МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это еда живая и мертвая, научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Репа. Пришло время вернуть ее в активный кулинарный оборот. Так считают многие диетологи и повара, причем не только в России. Какие же у них доводы? Швейцарский городок Рихтерсвиль раз в год во вторую субботу ноября полностью преображается. В 8 вечера здесь выключают обычное освещение, и начинается парад с яркой иллюминацией и праздничными представлениями. Все это в честь репы. 25 тонн корнеплода становятся 50 тысячами фонариков со свечами. Красиво. Ценят репу в разных странах, конечно, прежде всего, за кулинарные и диетические свойства. Есть в Графском замке черный пруд. Там лилии цветут. Это вот примерно про такие места. Замок Куранс в часе езды к югу от Парижа. Но тут не только лилии, но и репа цветет. Сейчас пойдем на задний двор, на огород замка, я вам все покажу. Кого-то, может быть, это и удивит, но во Франции репу считают типичнейшим местным продуктом и выращивают уже много веков. Без нее вообще никак нельзя представить и местное сельское хозяйство, и даже страшно сказать, саму французскую кухню. Изначально репа во Франции считалась едой для скота и простолюдинов. Ее распаривали, тушили, варили. Точно так же, как и в России. До прихода картошки это была одна из основных пищевых культур. И сортов существовало гораздо больше, чем сейчас. Беранже датьео – главный агроном замка, один из тех, кто пытается возродить былое разнообразие. Урожай репы во Франции собирают дважды. Ранние сорта – в начале лета. Вкус сладковатый, без горчинки. А кожица настолько нежная, что ее даже не счищают. Каково ее применение? В салатах, например? Можно использовать в салате с морковью, нарезанную и слегка обжаренную в бульонах, в супах. Второй урожай поздней репы Беранже собирает в сентябре и хранит всю зиму. Это уже другой вкус, более сильный. Ну, это совсем почти как редиска, такая остренькая. Пикант. Да, острая. На другом конце света, в непролазной Тувинской тайге, живут люди, которые тоже любят и ценят репу не меньше, чем французы. В этом старообрядческом поселении нет ни телевизоров, ни мобильных телефонов. Здесь все по старинке. Мужчины не бреют бород, женщины хранят семейный очаг. А еще каждый год выращивают и постоянно едят репу. Вот в этом подполе мы храним овощи. Морковку, свеклу, редьку, репку и все остальное. Вот в этом году репка у нас крупная выдалась. Рецепты приготовления очень простые и передаются из поколения в поколение. Грузку, печку ставишь, раскладываешь на противешки, на листики и сушишь. Подсушатся, получаются паренки. Еще из репы готовят рагу. Ну, это что-то типа супа из репы. Такой незатейливый ярко-желтый суп особенно любят в этой семье мальчишки. Диетологи одобряют. Говорят, раньше репа и вовсе спасала детей от рахита. Других источников кальция у крестьян было мало. А еще она может считаться натуральным успокоительным. Репа богатый источником магния. Магния регулирует наши эмоции. И поэтому не случайно детям, даже незадолго до сна, давали вареную репу в сочетании с молоком, для того, чтобы обеспечить хороший и глубокий сон и восстановление ребенку, для того, чтобы успокоить его эмоции. Волокна и те же пектины и углеводы, содержащиеся в репе, они являются достаточно хорошим продуктом питания не только для организма, но и для микроорганизмов, питающих в просвете кишки. Тем самым репа является еще хорошим пребиотиком. Это продуктом, который стимулирует образование или нормализацию нормальной микрофлоры. Плюс витамины С и группы В, и каротин, полезный для глаз и кожи, репу точно стоит есть. Но как приготовить ее вкусно? Кое-что об этом я узнал все в той же поездке во Францию. А здесь, в Париже, на Монмартре работает шеф-повар, который пытается вернуть популярность репе и даже написал книгу рецептов с провокационным названием. Оно звучит так. «Тюва ки фе ле наве», что дословно означает. «Ты поймаешь кайф от репы». Интересно попробовать? На кухне у Себастьяна Генара, автора той самой книги, я выяснил главный секрет. Жесткой и не всегда приятной репу делает ее кожура, которая позволяет корнеплоду дольше храниться, но в блюдах она не нужна. У репы двойная кожура, и чистить ее нужно дважды. Видите, этот верхний слой очень твердый, в нем много прожилок, его нужно хорошенечко срезать. Разницу между мякотью и оболочкой хорошо видно на срезе, они разного цвета. Когда лишнее убрано, повар может творить. Ломтики белой репы тушат в кастрюльке с небольшим количеством воды и сливочного масла. Желтую репу Себастьян обжаривает на растительном масле до золотистой корочки, а в последний момент сбрызгивает хересным уксусом, элитной разновидностью винного. Мы слегка карамелизируем репу в уксусе. Вуаля! Преобразившись в руках мастера, репа, вопреки своей грубоватой репутации, оказывается достойной находиться в меню лучших ресторанов. Карамелизованная репа похожа на запеченную несладкую морковь с легкой кислинкой. Вкусно! Она хороша с мясом. С мясом, с рыбой. С курицей? С курицей, говядиной, рыбой. И когда ее разрезаешь, видишь, нет никакой кожуры. Только нежный, изысканный вкус репы. Что я могу сказать? Получить кайф от репы, по крайней мере, в Париже, вполне реально. То, что он говорит. Merci. Merci. Есть и в России те, кто любит готовить из репы. Москвичка Ольга переняла семейные рецепты от бабушки и мамы. На гарнир будет картофельное пюре с репой. Пюре готовится просто. Берется картошка и примерно один к трем кладется репа. Такое пюре обретает совершенно новое звучание. Едва уловимую горчинку, пикантный аромат и чудесный желтоватый оттенок. Подавать его Оля планирует с мясными котлетками на подушечке из все той же репы. Когда мы положили подушечку из репки, мы берем котлетку, дальше режем кругляшочек помидорки и тертый сыр сверху. И запекаем 30-40 минут. Потом ум отъешь. Вкуснота. Репа насыщается ярким вкусом мяса, скрепляется свежестью помидора и запечатывается расплавленным сыром. Великолепный прям вкус из детства. И это еще не все. В пищу у репы можно употреблять не только корешки, но и вершки, тоже весьма богатые витаминами. Повар Григорий Лещенко добавляет ботву репы в смузи. У него есть версия с сельдереем, огурцом и томатным соком, но мне больше понравилась другая, более простая. Мы будем использовать яблоко, репку, ботву репки, мед и корицу. Ммм, это интересно. Это ощущение такое, как будто ты с одной стороны ешь салат из редьки. Чуть-чуть есть такое ощущение. Это здорово. Спасибо. Ботва, как она влияет на вкус? Она тоже острая или что? Нет, мне кажется, она не нейтрального вкуса, с небольшой горчинкой. То есть, в общем-то, мы ее сюда подмешиваем ради пользы? Соответственно, да. Конечно, идеальных и подходящих всем продуктов не бывает. Тем, кто захочет добавить репу в свой рацион, врачи напоминают о противопоказаниях. Употребление в сыром виде репы может вызывать раздражение слизистой оболочки и иногда может вызывать и жопу. В большинстве же случаев, если репа зрелая, она насытилась сахарами, и сорт еще удачный к тому же, то ее употребление принесет только удовольствие. И пользу тоже. Жарьте, тушите, делайте пюре, котлеты, салаты и даже смузи. Репа – это, безусловно, еда живая, а не мертвая.